Я приехал в Россию совсем юным. Мне показалось, что я быстро поднимусь и начну зарабатывать большие деньги. Однако этого не произошло. Работа менялась от сезона к сезону. Платили мало, а всё вокруг было дорогое и недоступное. Как-то раз в мечети я увидел объявление о бесплатных курсах русского языка для граждан Таджикистана. Мне не помешало бы улучшить свой уровень владения языком, подумал я. Языковой барьер часто мешал мне понимать клиентов. Я пришёл на курсы. Как ни странно, студентов было не так много. Я и ещё пара-тройка человек. Я пожал плечами и сел за парту. После занятия ко мне подошли двое парней. Мы разговорились. Оказалось, что мы ходим в одну и ту же мечеть. Мы решили ходить на пятничный намаз вместе, чему я несказанно обрадовался. Мне уже надоело быть одним, без друзей. Как-то раз после джума-намаза мы с ребятами решили перекусить. Во время обеда мы начали обсуждать вопросы религии. Речь зашла о хиджре в Сирии. Ребята рассказывали об исламском государстве и страданиях наших братьев-мусульман. Я слушал это со смешанными чувствами. Мне очень хотелось помочь людям с одной стороны, но я слышал, что это противозаконно. Тем временем нам принесли счёт. Когда я увидел сумму, я расстроился, так как не мог позволить себе такие затраты. Тогда самый старший из нас, Бахадур, предложил заплатить за меня. Я был против, но он сказал, что у него полно денег после поездки в Сирию и показал мне свой бумажник. Сидящий рядом с Бахадуром Тахир подтвердил его слова, сказав, что в своё время приглашение в Сирию от Бахадура помогло ему и его семье выбраться из долговой ямы. Слушая их, я начал сомневаться в тех ужасных слухах про Сирию, с которыми сталкивался раньше. Передо мной сидели два человека с кучей денег, образованные и обеспечивающие свои семьи. Я понял, что Бахадур прав и больших перспектив в Москве не дождёшься, и решился выехать в Сирию. Тёплый климат, схожие культурные ценности и высокая оплата показались мне весьма заманчивым поводом уехать из заснеженной Москвы. Но сейчас, живя здесь в лагере, под постоянным свистом пуль и взрывов, далеко от родных, я готов отдать всё, чтобы вернуться обратно в спокойную и скромную жизнь.